Всем привет. По названию ролика, вы уже поняли, что на территории Руси, проживали куча разных русских народов. Да, именно разных русских народов. Я знаю, что для многих это утверждение, может показаться смешным, и странным. Но так звучит, один из мифов, который распространен, на Украине. Теперь по порядку. Дело в том, что украинцы, до 19 столетия, сами себя, именовали русскими. И сей факт, невозможно скрыть. И чтобы выделиться, был создан такой миф, что русские, которые записывались, через мягкий знак, это мол совсем другие русские, совсем не те, что живут например в Смоленске, Москве или в Пскове. И вот пример, Богдан Фмельницкий, называет народ, современной Украины, русским народом, через мягкий знак, мол он имел ввиду, других русских. Совсем других. То есть другой, русский народ. И этот миф, легко разрушить, с помощью их же киевских источников. Я не буду приводить много примеров. Так как это видео, по сути продолжение, предыдущего. Более подробно, все есть, в прошлом видео. Вот пример, из книги киевского митрополита. Который жил по сути, в то же время, вместе с Богданом Хмельницким. И тут он уже называет киевлян, и галичан, народом российским. То есть тех же жителей, современной Украины. Интересно, как это смогут объяснить, создатели этого мифа. А вот еще пример, из летописей, о территории Волыни, где можно увидеть, православный русский народ, с одной буквой С и без мягкого знака, или русинский народ, записанный через букву О. Или писание, Киевско-Печорской лавры, где жители Киева, снова записаны россиянами. И через двойное С. И это все легко проверить. Ведь все эти записи, есть и в киевских библиотеках. Есть они и в электронном виде. И напомню, это писали, сами предки, современных украинцев. Причем, они тогда были частью, польско-литовского государства. Русское царство в Москве, на них вообще никак не влияло. Так как это, было другое государство. А вот пример, из киевской и патиевской летописи, где киевляне, записывали себя, через одну букву С. Но без мягкого знака. А вот пример, где уже жители Великого Новгорода, называются русинами. А вот тот же пример, со Смоленском. А вот еще пример, из новгородской летописи. Где жители Мурома, Рязани, Смоленска и Новгорода, назывались русскими. И также с одной буквой С. И через мягкий знак. А ведь эти города находятся в современной России. А в псковской летописи, русские записаны, через звуковок. И что же получается, неужели все это были, разные русские, и разные народы. Но если это так. То возникает, справедливый вопрос. А почему за всю историю, они никогда не противопоставлялись, друг другу. А записывались только, как единое целое. И назывались русской землей. На самом деле, ответ тут до безобразия прост. До 19 столетия, на Руси, просто не было единого стандарта, написания слов. Просто не было, понятия правильной орфографии. И каждый летописец, писал слова, как ему захочется, или как ему, оно покажется, правильным. При этом один и тот же летописец, мог написать русских, через две С, или одну С. Поэтому русские, были записаны по-разному. Подобных примеров, можно приводить, очень много. Но это все есть, в моих прошлых видео, повторяться не вижу смысла. А в конце этого видео, приложу комментарий, под одним из моих видео, на мой взгляд, там все грамотно расписано. Кому интересно, можете почитать. А у меня на этом все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok